МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневный выпуск информационной программы Республика. В студии Татьяна Молокова. В Чуваши начался отопительный сезон. Правда, в него регион вошел со старыми долгами. Кому накопилось больше всего претензий, как власти намерены бороться с должниками. Эти вопросы обсуждали на еженедельном совещании у главы Чуваши Михаила Игнатьева. К работе коммунальщиков никаких претензий. Меньше чем за неделю тепло было подано во все многоквартирные дома и социальные учреждения. В настоящее время ведется работа по регулировке внутренних систем теплоснабжения на квартирных домах. Эта работа в течение недели еще будет продолжать, потому что работа идет сейчас по стоячно, по подъездно. Без тепла пока остаются 8 жилых зданий в Канаше, Батрево и Чебоксарах. Жильцы этих домов решили перейти на индивидуальное отопление. Но оказалось, сделать это не так легко. Сроки немного сдвинулись, но к концу недели подрядчики обещают завершить работы. Особую обеспокоенность у профильного министра вызывает задолженность за уже потребленный природный газ. По республике долги сократились на 13%, но все равно остаются высокими. Не имели задолженности это администрация и теплоснабжающая организации Батревского, Красночитайского, Маргавовского, Шимушинского, Яльчиковского и Яльчиковских районов. Но и значительную задолженность у нас на сегодня имеет это администрация и теплоснабжающая организация Вурнарского района 13,7 миллионов рублей, Козловского района 17,8 миллионов рублей, Марпасадского 15,8 миллионов рублей, а также города АллатРь практически 79 миллионов рублей, Канаш 59 миллионов рублей и Чебоксары почти 445 миллионов рублей, Шумерли 128 миллионов рублей. Вообще самым крупным должником в регионе сегодня является компания коммунальной технологии. Газовикам необходимо заплатить более 400 миллионов рублей и долг постоянно растет. Лично я никакой перспективы выхода из сложившейся критической ситуации коммунальных технологий не вижу. Кредит доверия коммунальные технологии исчерпали полностью. Глава республики отметил, что городским властям необходимо перейти к методу кнута. Если в ближайшее время компания не выберется из долговой ямы, то с ней надо расторгать договор. В принципе надо решить. Сегодня идет процесс выдавливания с регионов. Те, которые фирмы однодневки, так скажем, пришли, вошли в доверие, взяли эти сети, в аренду передали. Есть там фамилии, кто эти договора подписывал. Вы сейчас через суд не можете отстаивать, но не видим никакой перспективы. Что с ними встречаться? Скажите, пожалуйста. Вместо коммунальных технологий в Министерство градостроительства уже сейчас предлагают создать муниципальное предприятие по оказанию услуг в сфере теплоснабжения. Дмитрий Ковалев, Анастасия Алексеева, Сергей Рябщиков, Республика. Агентство политических и экономических коммуникаций публиковало очередной рейтинг влияния глав субъектов России за сентябрь 2015 года. Глава Чувашии с 68-го места поднялся на 52-ю строчку. Это лучшее место в рейтинге, которое глава региона занимал за последний год. К другим новостям. На этой неделе в Чебоксарах встретятся итальянские и российские бизнесмены. В столице Чувашии состоится 24-е заседание российско-итальянской рабочей группы. С точки зрения практической части надо повести предприятия, организации, показать, какие наши сильные стороны. Это инфраструктура, Москва рядом, рынок есть, соответственно, благоприятные среда, рабочие руки, трудолюбивый народ. Ряд других таких вопросов, которые на сегодняшний день должны дать соответствующий эффект. Около 40 бизнесменов из Италии и более 500 представителей российской страны примут участие в пленарных дискуссиях и семинарах, пообщаются за круглым столом и, возможно, подпишут взаимовыгодные контракты. У предпринимателей Чувашии уже есть опыт работы с итальянцами. Компании Туз, Суор, Пике активно сотрудничают с бизнесменами Сапенинского полуострова. Цель – это дальнейшее сотрудничество и налаживание новых проектов. Исходя из компетенции Чувашской республики – это машиностроение, энергосбережение и электротехника. Это три отрасли, где мы сегодня лидируем и где нам необходимо усиление еще. Наша задача – показать это, прежде всего, компетенции Чувашской республики, способности на инновации, способности на развитие двусороднего сотрудничества, на совместные предприятия, локализацию здесь предприятий. До этого заседания проходили в Суздале, Уфе, Москве, Ульяновске. Как показывает практика, подобные встречи положительно сказываются на экономике региона. Лепка, живопись, графика – предметы, которые традиционно преподают в художественных школах. Но в одном из них в столице Чувашии к списку добавили и новую интересную дисциплину. Какую? Узнаем в нашем следующем репортаже. Что такое векторная и растровая графика, что означает динамический диапазон и оптическая плотность? На эти вопросы знают ответы ребята, которые занимаются в Чебоксарской детской художественной школе искусств. Для многих из них компьютер стал не просто развлечением, а любимым делом. С помощью взрослых учащиеся осваивают новые программы и даже пытаются рисовать мультфильмы. Планируем сделать мультик. Я черпаю вдохновение из других мультиков. Я выбрала анимацию, она мне очень нравится, потому что до этого я не умела фотошопить, а теперь я почти всему умею. Но все равно мне нужно учиться. Интерес к занятиям такого рода проявляют и особенные дети. Те, кто по состоянию здоровья не может посещать художественную школу. В режиме онлайн ребята занимаются не только компьютерной графикой, но и лепкой и рисованием. Дистанционное образование для таких ребят – это выход в большой мир. При помощи дистанционного обучения неважно, инвалид ребенок, может он прийти к нам в школу, может ли он заниматься на уроках именно в это время. И он будет развиваться также наравне с другими детьми. Пока такой компьютерный класс один единственный в республике. Но в школе надеются, что их примеру последуют и другие центры дополнительного образования. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. 12,5 тысяч километров на велосипеде проехал чувашский путешественник Никита Васильев. За 14 месяцев он объездил весь Кавказ, побывал в Дагестане, Армении и Узбекистане. Что необходимо обязательно взять с собой в велопутешествие, узнавала Екатерина Куприна. Как мы, девушки, собираемся в путь? Берем с собой все самое необходимое. А это три пары туфель, четыре платья, джинсы, а к ним несколько кофточек. И, конечно, косметичку размером с чемодан. Что же реально пригодится для поездки? У путешественника-исследователя Никиты Васильева ответ простой. Главное взять в дорогу голову, руки и ноги для велопутешественника. Остальное все можно найти, то есть без проблем. Глядя на этого молодого человека и не скажешь, что за его плечами тысячи километров дорог, множество знакомств, ночевки в палатке. Еще в детстве Никите подарили атлас всего мира. И все свободные минуты мальчишка изучал карты. Собственно, этот подарок и определил его сегодняшнюю судьбу. Начинал я с автостопа. Как закончил школу, я поехал на Украину, Белоруссию, объездил все эти страны. Потом вернулся, поступил в педагогический университет на географа. Отслужил в армии. Потом снова восстановился в университете. Но все-таки дорога она зовет. И по моей географической специальности это большая практика для меня. Кавказское путешествие стало подготовкой к масштабной поездке в Казахстан. Примерный маршрут уже разработан. Обязательно побывать в малоизвестных чувашских селах и деревнях, жители которых хранят свою самобытность, объездить весь Казахстан, к Башкирю, Оренбургскую область, а дальше на границу и в бескрайние степи Казахстана. К такой поездке Никита готовится серьезно. Берет с собой палатку, спальник, несколько ножей. У путешественника есть привычка их терять. Котелок и отлась дорог, без которого так легко заблудиться. Хотя и без карт можно обойти. Всегда есть возможность просить дорогу у людей. Самое главное правило – не делай другому того, чего себе не желаешь. И поэтому никого негатива абсолютно не встречал. Все доброжелательно. Люди приглашают гостя, останавливаются на машине, меня прям подрезают, узнают, откуда я, что куда еду. И бывает, прям дня на три, на четыре у них остаешься. Потому что им интересно, ты им рассказываешь что-то. И так же ты познаешь культуру народа, сам быт народа, язык. В планах у Никиты стать учителем географии. Причем в основу уроков ляжет его опыт путешествий. А пока погода благоприятствует, синоптики обещают потепление к середине недели. Чувашский путешественник собирается в долгий путь. Нужно выехать до наступления зимних холодов. Каким он вернется домой, узнаем через два года. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. «Живи лес» – именно так называется Всероссийская акция по посадке деревьев. Организаторы Минприроды Чувашии и Чувашское региональное отделение Межрегиональной общественной экологической организации «ЭКО». В Заволжье на участках пострадавших во время пожара в 2010 году появились новые саженцы. Более 80 человек приняли участие в восстановлении леса в Чувашии. Для тех, кто впервые сажал деревья, работники Чебоксарского лесничества провели мастер-класс. Силами добровольцев на территории Чебоксарского лесничества высадили порядка 10 тысяч штук сеянцев и саженцев сосны. В этом году в поддержку акции «Живи лес» организовали флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения лесов. Посадка леса на горельниках в Заволжье проводится не в первый раз. 3 октября этого года более 100 человек уже посадили 25 тысяч сеянцев и саженцев сосны. Сама всероссийская акция «Живи лес» проводится ежегодно, и наша республика принимает внеактивное участие. Привлечь внимание общественности к вопросам сохранения, приумножения и бережного отношения к лесу – такова цель акции. Кстати, она включает в себя не только мероприятия по посадке леса, но и их очистку от мусора, проведение занятий, лекции и выставок, посвященных сохранению лесов. В эти дни национальное телевидение отмечает 4 года с момента первого выхода в эфир. Поначалу вещание шло в тестовом режиме, но уже через неделю на канале появились первые программы собственного производства, в числе которых «Республика» – информационные выпуски на чувашском и русском языках. За 4 года в эфире национального телевидения появилось немало проектов – познавательных, развлекательных, спортивных. В четверг стартует новый – «Зажги». Вместе с газетой «МК» в Чебоксарах мы решили отыскать настоящую звезду. На кастинг проекта «Зажги» пришли сотни мальчишек и девчонок. Одни занимаются в кружках и студиях, другие – самоучки. Номера отрепетированы сотни раз, костюмы переливаются всеми цветами радуги, улыбки волшебным образом появляются в момент выхода на сцену. Здесь каждый уже чувствует себя звездой и готов поделиться секретом отличного выступления. Чтобы хорошо выступить, нужно хорошенечко распеться. А чтобы распеться, лучше сначала проснуться, попить водички, сходить, помыться и долго разговаривать с кем-нибудь. Или сама собой, или как-нибудь еще. А если не с кем, просто поешь морковку, она очень хорошо открывает гор, раскрывает связки. Скажи, чувствуешь себя звездой? Да, чувствую. А как это, чувствовать себя звездой? Что ты чувствуешь? Я чувствую, что я молодец, что я очень красиво спела. За кадром суета и всеобщее волнение. Причем неизвестно, кто переживает больше – участники проекта или их родители. Ну, безусловно, родители. Конечно, родители. Такой мандраж, знаете. Долго учили песню? Ну, на самом деле, мы эту песню разучивали в школе, а специально не готовились. Ну вот, совершенно случайно узнали про этот проект, решили выступить, попробовать. Конкурс проходит по двум направлениям – вокал и хореография. Самым юным участникам – 7 лет, старшим – 16. Где же ты, моя любимая, отбротись, какей? Грался твой слогей, нежно, сердце мне сахей. В жюри конкурса – знаменитые чебоксарские вокалисты, танцоры, педагоги. Их задача – разглядеть настоящую звезду. Проект «Зажги» состоит из нескольких отборочных туров. Жюри выберет лишь 10 финалистов. О каждом из них мы подготовим отдельный репортаж. Узнаем, как живут, где занимаются, о чем мечтают самые талантливые ребята республики. Завершится проект грандиозным галоконцертом и награждением победителя. Проект «Зажги» будет выходить по четвергам в 20 часов 30 минут. Следите за тем, как зажигаются настоящие звезды, только в эфире национального телевидения «Чувашии». Золотая осень 2015 в Москве в Международном выставочном центре «Крокус-экспо» прошла 17-я российская агропромышленная выставка. 20 предприятий республики представили более 50 видов конкурсной продукции. Агрохолдинг «Юрма», агрофирма «Альдеевская», «Вурнарский мясокомбинат», а также региональные бренды «Аконт», предприятия отрасли хмелеводства и картофелеводческие хозяйства. На выставочном стенде Чувашской республики были представлены крупные инвестиционные проекты. 24 золотых, 19 серебряных и 7 бронзовых, всего 50 медалей и 2 благодарности за выпуск качественной продукции завоевала на выставке делегация «Чувашии». Сельхозтоваропроизводители нашей республики приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Государственном Кремлевском дворце. На железнодорожном переезде в Чебоксарах водитель 14-й, нарушая правила дорожного движения, решил выехать на переезд и столкнулся с тепловозом. Как сообщает МВД Чуваши, пострадавших в аварии нет, разве что разбитая легковушка, ставшая похожей на груду металла и несколько царапин на поезде. Машинист 30-ти вагонного состава, заметив машину, применил экстренное торможение, но для такого тяжеловеса остановиться за короткое время физически невозможно. Как выяснилось, водитель 14-й, 21-летний молодой человек и машинист тепловоза были трезвыми. О спорте. Министерство спорта Республики и волонтерский центр Чебоксары начинают набор волонтеров, которые будут работать во время командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Он пройдет в столицу республики 7 и 8 мая. Кандидаты в добровольцы должны пройти отбор, заполнить анкету и прийти на собеседование. Единственное ограничение возрастное. 16 лет для чебоксарских ребят и 18 для иногородних. Всего 250 юношей и девушек смогут принять участие в спортивном мероприятии. С 1 апреля они пройдут обучение. Заполнить анкету можно в группе волонтерского центра города Чебоксары ВКонтакте до 10 января. Воспитанница республиканской спортшколы по самбо и дзюдои Дэра Лаврентьева завоевала бронзу первенства мира по самбо весовой категории до 48 килограммов среди юниорок. Вера Латкова стала первой в соревновании девушек. Первенство мира по самбо проходило в Риге. По результатам соревнований российские спортсмены завоевали 25 золотых наград и одержали убедительную командную победу. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин